И слава Господу за этот день, который сотворил Господь, как написано, сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в Оны. И мы сегодня в Доме Божьем, мы будем читать Слово Господне, которое я сегодня прочитывал и думал. Я утром встал и читал Иисуса Новина, первую главу начали читать и прочитал 18 глав. Но когда я читал эти слова, 8 стих, особенно, я думал, если я буду открывать собрание, я эти слова прочитаю. Я не знал этого, но я их читаю сегодня. Книга Иисуса Новина, первая глава, 8 стих. Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И результат явный. «Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». 9 стих. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Слава нашему Господу за эти слова. Я вас всех приглашаю к искренней, сердечной молитве. У нас будет служение, и у нас будет часть членского служения. Но все сие дослужит к назиданию. Мы встанем на наши ноги, храня наше время. Мы молимся Господу, чтобы Бог благословил сие служение. В этот день воскресный, Господи, твои дети пришли прилипнуть. Благослови неподолки, Бога реча безпосна. Благослови неподолки. Падают капли закаты, Божьим погодом мы ждем. Благословение погодки, все от свежат от жига, Невы плотные дороги, жизнь улопят, как и прят. Благословение погодки, все от свежат от жига, Адры капли закаты, Божьим погодом мы ждем. Благословение погодки, Господи, свыше пошли, Дом Твой иди одинокий, Словом благим и свыше. Благословение погодки, все от свежат от жига, Падают капли закаты, Божьим погодом мы ждем. Благословение погодки, я наполняю Христом, Благословение погодки, Благословение погодки, Благословение погодки, Божьим погодом мы ждем. Благословение погодки, 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 Слава Богу, братья и сестры! Я благодарю Господа нашего Иисуса Христа, что я и вы со мной, мы сегодня тут служены за ту же самую причину прославить нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня у меня такая тема, я уже долго думал о этой теме, и это страх Господень. Я хочу прочитать 1 Фессалоникийцам 4 глава 7 и 8 стих. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости, и так непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего Святого». Вы знаете, братья и сестры, я так замечаю, что люди, не только люди, но и также люди, которые называют себя верующими, начинают терять страх Господень, страх Господень терять. Так, больше и больше сатана влияет на людей, даже и нас, которые называют себя христиане, верующие в Бога. Я хочу еще прочитать от 1 Коринфянам 6 глава 9 и 10 стих. «Или не знайте, что неправедные в Царство Божие не наследуют. Не обманывайте ни блудники, ни дослужители, ни прелюбодеи, ни малакие, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Ой, да, хищники. Царство Божие не наследуют». Не наследуют. Это также и пример, так, в 12 главе Кремлина, там и также написано, что, итак, 1 стих, 12 глава. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Не сообразуйтесь с веком сим. Ну, бывает, что и сатана, он, он все равно, он так подкидывает всякие вещи под ноги, ну, под наших ноги. И мы, и бываем, что берем эти вещи, что сатана нам подсовывает. Ну, например, там, я вижу, что уже наше поколение, мы, ну, помоложе, мы уже на телефонах всегда. Извините, всегда. И я вижу даже и в служениях, ну, например, в наших молодежных, у нас молодежь, багато время, ну, вони так сидять на селерфонах. Или даже, ну, приезжали в служения, вроде бы, ну, а все служения там, они только, ну, не прослухали, а так поиграли там на телефонах, или там что-то подивились, ну, короче, не обращали внимания, на что слово было сказано, яке. Я еще хочу сказать, мы все, мы все предстанем перед живого Бога. Бог нас живой, аминь. Аминь. Он живой. Я думаю, что мы все услышим такие слова, или хорошо, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя оставлю. Войди в радость Господина твоего. Или это услышим, или я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Это, ось, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Это страшные слова. Если мы стоим перед Господом нашим, и ось мы прожили на этой земле, мы думаем, что да, мы так нормально, не так погано жили. Даже, и это написано было к тем, которые говорят, Господи, Господи, не во имя Твое мы это все делали. А Господь сказал, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я еще хочу так напомнить вас о Аде. Это нехорошее место. Там не будет покоя, там не будет радости, там крик и шум, и как плач и скрежет зубов. Там будет великий плач, и скрежет зубов. Там никогда не найдешь покоя. Некоторые, можете сказать, Артур, что ты нас так лякаешь этими, ну, такие страшные мысли о Аде. Или... Да. А я говорю, что правильно рассуждайте. Правильно. Потому что в первой главе Иуде написано так. Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Страхом. И сторгая из огня, обличайте же со страхом, и нушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Я так слушал проповедь Давида Вилкарсена. Я думаю, что он правильно сказал, что это горе молодому поколению. Может, и не только молодому поколению, но даже и все мы здесь, и постарше, и посередине, и даже и молодые. Потому что многие что-то думают, что Христос не прийдет в наше время. И еще думают, ого-го, еще там года, пока Иисус Христос прийдет. Что нам там... Бодрствовать надо, но у нас еще есть время, чтобы так побаловаться, пока Иисус Христос не пришел. Там, может, и войны не прийдет в наше время. Я хочу прочитать еще Матфея 24 глава 36 стих. О дне же том и часе никто не знает. Никто. Ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Но как было в одни ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в одни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в Ковчех. Так и у нас, типа, так само. В эти дни мы мы едем, мы пьем, мы женимся, выходим замуж. Ну, мы и не думаем о том, как скоро может даже и Христос прийти. Нам всегда надо бодрствовать и быть во страхах Господнем. Ибо мы не знаем, когда Христос Иисус придет и заберет церковь Его. Я хочу еще так продолжить там 42 стих. Итак, бодрствуйте, потому что не знайте, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете. Это вы знаете. Вы не знаете, час, когда Христос придет. Но это вы знаете. Что если бы видал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Братья и сестры, мы каждый, я и вы, мы знаем, что Иисус Христос придет. Аминь. Иисус Христос придет. Наше дело бодрствовать в делах, в словах, в поступках наших. Нам, я скажу, нельзя так расслабиться. Нам нельзя так духовно засыпать или расслабиться. Нельзя, ибо сатана, он лукавый, он ищет, кто не на страже. Он ищет, кто не на страже. Потому что этот, который не на страже, не бодрствует. Того и легко сбить с пути. Очень легко. Притчи. Третья глава. Я хочу прочитать с первого стиха до восьмого. Сын мой, наставления мои не забывай, и заповеди мои дохранить сердце Твое, ибо долго ты дней, лет жизни и мира они приложат Тебе. Милость и истина да не оставляют Тебя. Обвяжи ими шею Твою, напиши их на скрижале сердца Твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем Твоим и не полагайся на разум Твой. Во всех путях Твоих познай Его и Он направит стези Твои. Не будь мудрецом в глазах Твоих. Бойся Господа и отдаляйся от зла. Также и хочу прочитать Псалом 102 11 стих Ибо как высоко небо над землею так и велика милость Господа к боящимся Его. Как Отец милует сынов это уже 13 сынов так милует Господь боящихся Его. 17 стих милость уже Господня от века и до века к боящимся Его. Слава Богу! Слава Богу! Я знаю, Он открывает, Он даёт вам знать, если вы неправильно поступили, если сейчас неправильно поступаете, если страх Господин понемножку так отдаляется от вас, давайте за себя молиться. если не вы, то у нас есть и братья и сестры, у нас есть даже и у этой матери, бабушки, дедушки, там друзья, и там co-workers, сотрудники, да, спасибо. Есть за кого молиться? Есть. Ибо даже если мы немножко так с пути так лукавый нас с пути зибия. Даже так пример був, я почув такий пример, что лодка в океане, там они должны от одного места до другого и они так с градусами пользуются. То если даже лодка збита один или два или три градуса, то уже они не будут там, где они должны быть, а уже где в другую сторону переплилили. Не в ту сторону. Даже если чуть-чуть збитість потерь, то давайте, братья и сестры, мы молимся, чтобы страх Господин был во всех нас. В нашей церкви, наших сынов, дочерей. Ибо Сатана так, он профессионально так работает, он знает, что он делает. Сатана не такой inexperienced. Он знает, за кого идти. Я прошу, братья и сестры, давайте помолимся за себе, за церковь нашу, чтобы страх Господин был в нас. Аллилуйя, Иисус, слава и хвала господь. Господь. Иисус, слава и хвала. Иисус, Иисуса, Иисуса, Илья прославляю, на имя егоя летят. Иисус, Иисус, Христос Субтитры подогнал «Симон» 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 Аминь 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 Говорил брат Артур вначале, что он подкидывает всякие способы, всякие приманки подкидывает под ноги наши. И вы знаете, мы должны молиться за молодое поколение. И когда я был в этом зависимости, то, вы знаете, я не имел силы просто молиться, не имел никакой силы. Но Господь, Он добр к нам, слава Богу. И Господь, Он однажды коснулся моего сердца. И вы знаете, я потом оставил это все, потому что Господь, Он в Своем слове говорит, что «Ибо я имею намерение о вас, говорит Господь, намерение, чтобы дать вам будущность и надежду. Слава Богу!» И Господь, вы знаете, через мою жизнь Он говорил мне, что «Сын мой, я имею лучшее намерение для Тебя». Не для того, чтобы ты сидел на телефоне, не чтобы ты тратил свое время на пустойность, чтобы ты славил имя мое. И Господь также хочет, чтобы каждый из нас славил Его имя. Потому что Он достоин хвалы и Он достоин славы. И Господь, Он поменял мою жизнь. Я, конечно, был зависимый от телефона, но Господь, Он коснулся моего сердца. И теперь я не есть раб от телефона, но я есть раб Господень. Слава Ему! И вы знаете, я бы просто хотел сказать молодежи, если у вас есть такая зависимость, то Господь есть Тот, Который освобождает Его имя Господь. И Он хочет освободить вас от всякой нечистоты и от всякой зависимости. И пусть благословит Бог. Аминь. 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 Даже Бог никто поголебать не может, Поголебать не может. Любви святой дыханье свет жизни нам дает, И из уст ее лапзанье сердцем отраду льет. Любовь у колыбели, о, счастье нам поет, Звонившись у постели за нас, моей душой. Когда гроза с ветрами надежду потрясет, Любовь горюет с нами и помощь нам несет. Когда нас расцветает, кормящий и больной, Любовь привевает нам жертвовать собой. Любовь врагам внушает, друг другу руки дай, И грешных нас прощает, и пусть нас прощает. Не будет ревнованье в облаке мечты, Любовь стена в сознании без грешных и святых. И речи так прекрасны, и поприще крови, И в огне небезопасной, все мусор без любви. И смерть не увякает, и солнце дня зайдет, Любовь не умирает, она кровь живет. Любовь, мир несчастный, поставлен счастью вновь, Ей, ангелы прекрасны, и вечный Бог любовь. Любовь, колыбели, о счастье нам поет, Звонившись у постели, за нас молитву ждет. Любовь, колыбели, о счастье нам поет, Звонившись у постели, за нас молитву ждет. Слава Господу! Слава нашему Господу, дорогие братья и сестры! Мы имеем воскресное служение по милости нашего Господа. Я тоже хочу поделиться словом сегодня, словом Господним. Послание святого апостола Павла к евреям, 10 глава, 5-6 стих и 7-й. Посему Христос, входя в мир, говорит, Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, Исполнить волю твою Божию. Аминь. Братья и сестры, я хочу продолжать ту же тему, которую я уже два раза проповедовал. Христос говорит, я есть им путь, и истина, и жизнь. И хочу сегодня эту сторону посмотреть. Христос, послание Тимофею, 1 Тимофею 4,16, говорит, Бог явился во плоти. Тело уготовал мне, говорит пророк, через пророка о Христе. Ты жертвы и приношения не восхотел, тело уготовал мне. Сейчас молодежь читает книгу «Левит». Вы знаете, я знаю, что там на каждые три главы, которые проходят в день, там надо дневной разбор делать. Ну, сразу после утром прочитали, а потом весь день надо разбор. Потому что это настолько, настолько просто... Ну, мы... Люди прочитывают, и... Вы знаете, столько там трудностей в этих жертвах. Я не знаю, насколько грех дорого обходится. Вы знаете, кажется так, вот сейчас мы привыкли, Господи, прости, и вроде все. И даже иногда забываем подойти еще и к брату сказать прости, потому что обидели его. Но там... Ну, даже один момент возьму. Вот надо было священнику заколоть тельца и кровь собрать в сосуд. Вы представляете, что это? Это же не то, что какая-то леечка там маленькая, и кровь стекает в сосуд. Эти священники были забрызганы кровью. Им надо одеться прекрасно. Эта кровь лилась рекой. Люди с грехами шли. И надо было эти жертвы. И надо было точно исполнить. И кажется, с одной стороны, читаешь и думаешь, ну, для чего это нагромождение этих деталей? И из сопа взять, и покрапить. И вроде бы... Ну, что это? Почему Бог так трудно сделал? Почему такое... Я не знаю, если бы сейчас нанимали бы на зарплату хорошую, и сказали, левитское служение, я хочу левитом, как там, галстучки... Не-не-не, ты будешь шкуры сдирать каждый день с животных, а потом тащить все это, кишки и ноги все застан, и там сжигать целый день. Да, от этого человека нос бы воротили, потому что, ну, пропитанный, копченый человек. Дым и дым, и огонь, и огонь. Это ж не то, что, знаете, такая погода хорошая, и дымочек поднимается. Это может и ветер, и дождь, и... Настолько сложное, тяжелое служение. И каждый день, каждый день... И люди приходят, да, грех. Ложат руку свою на эту овечку, на овна, и грех свой исповедуют. И это животное моргает и смотрит, если бы оно понимало, что мой грех на него ложится. Его сейчас заколют, потому что грех мой. И вообще книга такая, что читаешь и тяжело на душе. Ты думаешь, как это, как это, насколько это... И, с одной стороны, радуешься, что, слава Богу, что настолько упростилось, что одна единственная жертва принесена на Голгофе, наш Господь. А с другой стороны, понимаешь, что мы что-то недоосознаем, мы что-то недооцениваем, мы так легко относимся к этой жертве и думаем, ну, все нормально, все сделано, уже и новые учения пошли, что вообще раз уже покаялся и живи, как хочешь, уже считай в небе. И за всем этим стоит враг души, который хочет губить. И Артур читал, не сообразуйтесь с веком с ним. Не обманывайтесь. Мы можем не то, что нас обманули, а мы можем сами себя обмануть. Внушить себе то, что не написано. То, о чем не говорит Слово Божье. Внушить себе, убедить себя и жить с этой надеждой. И потом оказаться обманутыми не кем-то, а самими собой. Я не знаю, что может страшнее быть, чем самого себя обманывать. Один проповедник, видя процессию похоронную, он подошел, и там лежал солидный человек, красиво одетый, дорогой костюм на этом мертвом, дорогой гроб. Все, люди, венки дорогие. И этот христианин спрашивает, а куда этот человек собрался? Куда он идет? Люди засмущались. Ну, какие глупые вопросы, знаете. Ну, место ли задавать такие вопросы? А он настойчиво, куда он собрался? Они, ну, не знаем. Он говорит, как печально. Так красиво одеться и не иметь, куда пойти. Друзья дорогие, действительно, вот так в жизни получается и даже христиан, когда обмануть себя. Все красиво, все хорошо, но не иметь будущности и не иметь возможности войти, куда надеялся. И это самое страшное, обмануть себя. И мы уже слышали это слово, не обманывайтесь. Не те, 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 царство Божие не наследуют. Были перечислены. Не сообразуйтесь веком. Тело уготовал мне Христосского. Рождается ребеночек в семье. Это столько радости, столько восторга. Мама восхищается, говорит, какое прекрасное дитя. Люди смотрят, одного спрашивают, как вам нравится ребенок. А он сморщенный, весь такой красненький. Он говорит, ну, как сказать, чтобы не обидеть маму, которая восхищается, говорит, какая красивая там девочка родилась. И как правду сказать? Такая дилемма. И говорит, изумительный ребенок. Ну, действительно, изумительный, но пока еще трудно. Но мама уже видит больше. Прекрасно. И мы восхищаемся, насколько мы чудно созданы. Насколько Господь пропорционально, красиво, удивительно создал человека. Все работает. Ну, я вот получил на машину письмо recall. Такой есть, знаете, термин такой. Что-то там, какой-то переключатель, туда вода попадает, и может машина сгореть. Но recalls на нашей Баде никогда с неба не приходят дорогие recall. Значит, я от Господа сделал ошибку там в теле, хочу всем бесплатно поправить. Единственный recall, который сделал Бог, Он Сына послал, потому что грех вошел в мир. И Он знал это. И Он предвидел, и Он приготовил прежде создание мира. И Христос говорит, ты тело уготовал мне. Братья и сестры, этот ребеночек, родившийся, впереди у него жизнь, возрастает, о нем заботятся. Его тело укрепляется, он начинает ходить, он начинает... Ну, все функции его тела работают. И возникает вопрос, для чего? Мамы молятся, папы молятся, Господи, что будет младенец сей, как когда-то об Иоанне говорили. И для чего? И тут же мир начинает работать. То, о чем вот Нафан говорил, что мир начинает свое навязывать. И Нафан сегодня громко сказал, а мы многие громко не говорим, потому что стыдно. А бывает, что тоже тратим время, тратим на то, что не Божье, то, что совершенно не приносит славы и пользы нашему Господу. И цель, смысл. Мир кричит, бери все, что можешь, жизнь короткая. Делай, что хочешь. Сегодня вот это вот когда-то так назвали революция такой разнузданности, похотей человеческих, что взять все, что можно от жизни. Но в Америке очень хорошо говорят, что ничего не бывает free. Только сыр, говорят, в мышеловке бесплатный, но он для мыши как бы бесплатный, но он ей жизни стоит. То есть ничего бесплатного нет. И человек, который думает, что он возьмет все, что от жизни, он должен платить за это. Хотя оно кажется бесплатным. Когда-то в книге Иисуса сына Сирахова он пишет и говорит, «Наблюдай за своим телом, что для него вредно и не полезно. И не давай его». Мы люди духовные, мы понимаем, мы не просто как люди, живущие по плоти. Мы понимаем, что есть не одна субстанция в нашем существе. Мы – это не просто тело наше. Пока оно все вместе, и дух, и душа, и тело, никто этим сильно не задается вопросом. Когда мы хороним, мы уже не говорим, что это брат наш, мы говорим, тело нашего брата. Апостол Павел говорит, когда эта хижина разрушится, мы имеем от Бога дом нерукотворенный и вечный. И от того воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть происходит разделение. И кто над кем господствует? И Писание говорит, если плоть – это вообще природа, плотская природа, которая хочет господствовать через наше тело и через нашу душу, через наши желания, стремления, хочет господствовать или дух, который хочет взять верх над телом нашим, над плотью нашей. То есть это опять две такие субстанции. Это как бы характер нашего тела или как бы дан, ну, как бы не то, что возможности, но как больше привычное, то, что вроде нашему телу оно хочет, что оно хочет вроде. Но хочет, как апостол Павел пишет, что я хочу хорошего, а предлежит мне злое. И он делает, констатирует это, и он говорит, не я делаю. То есть это не оправдание, что это не я. Извините, это не я. Но живущий грех – это еще большая проблема. Значит, грех в сердце остается, живет, и он проявляет себя, он господствует. И Писание говорит, кому вы отдаете, римлянам 6 глава пишет, кому вы отдаете себя в рабы. То есть нам, духу нашему, да на власть господствовать. Кто бы не хотел иметь раба в своем доме? Раба, раба, вот. Настоящего раба. Вот сказал и все делает по дому. Красота вообще. Сел на диван и так, там помой посуду, подмети, пропылесоси, и мы бы список на день составили хороший, чтобы не расслаблялся. А вот Писание говорит, у нас, оказывается, есть возможность, представьте себя, в рабы праведности на дела святые. То есть я, Павел говорит, я порабощаю, порабощаю, беру в рабство и усмиряю тело мое, чтобы проповедуя другим самому не остаться недостойным. И эта борьба, она продолжается каждый день. Или мы отдаем себя в рабы праведности на дела святые, или отдаем себя в рабы греху, на дела плотские, на те дела, которые приведут к погибели. Христу тоже было дано тело. И была цель, был смысл. Для чего было дано тело? Для чего Он пришел? Мы всегда об этом, мы не так давно праздновали Рождество, говорили об этом. Для чего пришел Христос? Он пришел, как совершенная жертва, чтобы умереть за нас. Чтобы в этой плоти, подобии плоти греховной, но не имеющей на себе греха, чтобы взять грехи всего мира на себя. Мы иногда на преломлении, мы, ну, как написано, помыслить о претерпевшем. Мы начинаем мыслить, как, наверное, больно было, как это, насколько это больно, раздирало эти раны. И так далее. То есть, мы как бы одну сторону смотрим, но там была еще одна более сильная сторона, когда Христос, помните, говорит, Отец мой, зачем ты меня оставил? Там, в самый трудный момент, кажется, его страдания перед смертью, Отец должен был отвернуться от него. Не потому, не потому, что он, ну, в плоти, что он... А потому, что грех он взял на себя. Он стал грехом. Он стал тем, на кого обрушился гнев Отца Небесного. На грех. Грех должен быть распят. Грех должен был судим быть. И для этого ему было дано тело. Он говорит, ты жертвы не захотел, ты тело уготовал мне. Братья и сестры, Христос сказал, я и сам путь. И наше следование по нему, по этому пути, подражая тому, который сам есть путь, повинуясь ему. И Писание нам много-много говорит, как же нам поступать, как нам поступать по отношению к своему телу. Некоторые люди угнетены, бывают особенно молодые люди, особенно это свойственно девушкам, меньше юношам, когда то не такая красивая, то ростом небольшая, то ростом большая. То еще что-нибудь. Я помню, моя двоюродная сестра выходила замуж, но она постарше меня. То ей не дали никакие каблуки одеть, а жениху ее хорошие каблуки под брюки, клеш спрятали там серьезные. И все равно он был короче. Ну, чуб наделали все, и все равно он был короче, высокая, высокая. Ну, слава Богу, прожили хорошо жизнь, детей вырастили хороших, живут они в Сейлами в Орегоне. И удивляешься, что люди иногда концентрируются на то, что не главное, то что как бы почему это мне, почему. Но есть ли ошибка у этого Создателя, о котором Иов говорит, что руки твои соткали меня, руки твои созидали меня. То есть, Бог приложил, мы вообще, братья и сестры, мы собственноручное творение Божье. Не просто, знаете, на 3D принтер напечатанные такие с маленькими изменениями. Мы удивительно, особенно отличающиеся от всех творения Божьих. И сетчатка у нас у всех разная, и отпечатки пальцев разные, и голос разный. Есть системы распознавания голоса специальные, которые моментально вычисляют человека. Как бы он даже не изменял немножко голос, вычисляют, и компьютер говорит, это тот человек. И если вы читали книгу «Человек с неба», когда он бежал из Китая, Бог ему запретил разговаривать, когда он проходил контроль. И Бог сказал, ничего не говори, пока я тебе не скажу. И он молчал, и он не понимал, в чем дело, почему ему надо молчать. Его спрашивают, это не ты, это же не твой паспорт, ты не похож. Ему журналист дал друг его паспорт свой. У этого человека чуп огромный, у тебя лысина, это же не ты. А он молчит. И они туда-сюда, и все-таки отдали ему паспорт. Ну, лети, с Германии тебя назад вернут, и прилетишь назад. Он молчал. А потом ему уже во Франции человек один раз сказал, что я, говорит, один из специалистов, когда устанавливали в Китае эти Voice Recognition System, которые различают голос, и сразу бы сказали, что это ты. Только бы ты слово сказал, не нужен ни чуп, ни лысина. Слово бы сказал, сказали, все, тебя порестовали, и ты бы сидел дальше в тюрьме. Настолько Бог удивительно, все по-разному создал нас. Настолько индивидуально, просто каждому, знаете, как кто-то шутил, что, ну, женщина была, как мастер-пис, а мужчина вроде такой practice-пис, знаете, практиковался, вроде мужчину сделал, а потом уже женщину совершенно... Нет, каждый из нас, братья и сестры, каждый из нас мастер-пис. Каждый из нас настолько уникальный, удивительно созданный. И задача не в том, чтобы подстроиться, особенно вот я говорю о молодежи, подстроиться вот как, что ценится, что красиво. А самая главная задача понять, ты мне тело уготовил. Для чего? Что я должен делать? Как я могу в этом теле прославить твое имя? Как я могу совершить то, для чего ты дал мне жизнь? Маленькая женщина, одинокая, мать Тереза, ее весь мир называет мать, у нее не было детей никогда, а весь мир ее знает как мать. Женщина, которая поняла голос Божий, пошла служить людям и всю свою жизнь этому посвятила. Как важно понять, Господи, для чего ты дал мне жизнь в теле? Как мне использовать эту возможность? Вы знаете, то, что я напоминал из книги Сирахова, «Наблюдай, что тебе вредно и не давай», оно актуально сегодня, актуально. Мы сами даже понимаем, мы иногда что-то скушали и чувствуем, что оно нам не подходит, не идет. Друг мой говорил, начал жаловаться на печень, Вала-Вала в Вашингтоне живет. Уже и таблетки, и медицину, говорит, ну, он человек такой, любящий слово, читает, говорит, ну что, ну вот что, вредно, наблюдай и не давай. Ну, убрал жирное, убрал всякое сало там, убрал жареное, все убрал на два года, всего два года. Он говорит, я сейчас все в меру кушаю, я забыл, где у меня поджелудочная, где у меня печень, я все забыл, организм восстановился, наблюдай, да. То есть мы видим очень много, что мы должны беречь свое здоровье, но мы должны полагаться на нашего Господа. Мы должны понимать, что все, что он нам дает, еще один день в жизни дает для чего-то, чтобы мы во плоти своей прославили нашего Господа, чтобы мы опять ее представили в жертву, 12 глава римлянам, представьте себя в жертву. А каким образом можно это представить? Каким образом наш путь Христос, как Он это сделал? Я прочитаю это место, как Он это сделал. Написано, что Он Духом Святым принес Себя непорочного Бога. То есть просто, знаете, своими потугами, своими обещаниями или какими-то, знаете, целями такими расписанными. Нет, Господь это может. Господь может производить и хотение, и действие, чтобы положить Себя на алтарь. Очередной день, снова и снова. Как это сделать, чтобы принести Себя в живую жертву? Христос принес Себя в жертву. Для этого Ему было тело дано, для этого Ему готовил Отец Небесное тело, чтобы Он прожил эту святую жизнь и принес Себя в жертву, Себя непорочного Богу в жертву. То же самое, братья и сестры, с нами. Мы, пока мы в теле, у нас есть эта возможность. У нас есть возможность отнестись правильно к своему телу, не сообразоваться с этим миром, опять повторяю это слово, которое уже читалось в самом начале, но преобразуясь обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Филиппийцам 3.20 написано «Наше же жительство на небесах». Я прочитаю это место. Это очень ценное место филиппийцам. Это другое место филиппийцам. Здесь то, что я, мысль, говорил. Тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше, чего мы просим или о чем помышляем. То есть сила наша в Боге. Мы читаем в Писании, что «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя нашего Господа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет славно, подобно славному телу Его». Братья и сестры, как-то мы в своем, в своей проповеди Евангелия и в веровании, в своем исповедании, мы очень мало ударения делаем и говорим о воскресении мертвых. Я помню, когда был Леонид Чугуй здесь, и он проповедовал, и он сказал мысли о воскресении. И было так немножко, ну, непонимание в людях, что вроде как будто что-то он не то проповедует, как будто что-то, как это так, а не на небесах, или еще не все совершено. Но он обратил внимание на воскресение мертвых. Апостол Павел, помните, говорит, «Зачаяние воскресения мертвых меня судят». Коринфянам он пишет, «Если Христос не воскрес, и мы не воскресли». Речь идет о воскресении тела. Тело, оно не просто только для этой временной жизни. Даже грешники, даже нечестивые люди будут воскрешены и судимы. Не для жизни вечной, а для вечной погибели. И наше тело, оно, Писание говорит, чтобы дух и душа и тело во всей целостности сохранились без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Мы должны помнить также, что нам Господь тело дал и для вечности. Беречь, хранить. Писание говорит, тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа. И вы не свои. Вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Братья и сестры, перед нами серьезное, ответственное поручение, данное Богом тем, что Он нам дал тело. Тем, что Он нам позволил жить на этой земле. Дал нам прекрасное тело, чтобы обитать в нем. Чтобы апостол Павел говорит, что жизнь в теле доставляет плод моему делу. Если я разрешусь и буду с Господом, я больше бы этого хотел. Но жизнь во плоти доставляет плод моему делу. И Он говорит, не знаю, что избрать. То есть, у него было всегда жажда и желание, чтобы больше плода собрать, больше сделать для Господа. И Он говорит, жизнь во плоти – это возможность приносить славу нашему Господу. Возьмем, друзья, все для себя этот урок, каждый и молодой, и пожилой, что сколько нам Господь определит жизни во плоти. Наша задача, чтобы в телах наших и в душах наших прославился Господь. Потому что наше жительство на небесах, там, где Он уничиженное тело преобразит, так что оно будет подобно славному телу Его. Слава Господу! Братья и сестры, я хочу и хомворк вам дать, домашнее задание. Прочитайте послание апостола Павла к Ефесянам. Просто от корки до корки прочитайте его. Это послание церкви, это послание верующим, чтобы мы могли действительно представить наши тела, наши души, наш дух в полное распоряжение Царству нашего Господа, Его владычеству, Его Духу Святому, который хочет преображать, хочет делать через нас, хочет работать, хочет, чтобы мы внимательны были, послушны Ему, делали, чтобы мы порабощали свое тело, усмиряли, чтобы не давали Ему господствовать со своими страстями и похотями, но умершвляли каждый день. Павел говорит, я каждый день умираю, чтобы прославился в нашей жизни Господь. Да будет имя Господне благословенно. Аминь. Аминь. Помолимся, дорогие братья и сестры. Слава Господу, у нас сегодня очень такое насыщенное служение. Первая часть его закончилась, теперь нам будет вторая часть, но еще мы помолимся за нужды, которые есть в церкви, есть благодарности. Господь, до этого место нам помог каждому прийти, и мы с радостью пришли сюда, потому что Он наш Бог, Он наш заботливый Отец. Я прочитаю одно место, а потом зачитаю то, что Бог нам, что просят в церкви. Ивангелие от Иоанна 17, глава с 12 стиха, читаю сейчас очки. Когда я был с ними в мире, я соблюл их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Иисус был в мире, Иисус был в теле, «Ах, о чем только что впереди брат?» И говорит, «Тех, которых Ты дал мне, я их сохранил». Сегодня мы все сохраняемы Богом до сегодняшнего часа, и хранимы Его благодатью, Его миром. И понимаем, что даже если приходят какие-то скорби, нам нужно молиться во имя Иисуса Христа. Нам нужно просить во имя Иисуса Христа. И верить в то, что Бог силен. И исцелить, и дать победу над всем. Все оставайтесь на своих местах. Еще будет одна очень важная молитва. Мы хотим помолиться и благословить тех, у кого день рождения было в этом месяце. Или еще будет, еще несколько дней. Которым день рождения в феврале. Выходите, пожалуйста. Также у нас было членское собрание, оно сильно затянулось 27 января. И мы не молились за январских. Выходите январские. Помолиться всегда хорошо. Мы помолимся и благословим Вас. Давайте, пожалуйста. В кого день рождения в феврале и в январе? Выходите. Мы будем молиться. Церковь это наши братья, это наши сестры. Это те люди, которых душа наша с радостью хочет благословить и попросить у Господа им здоровья, устройства в личной жизни, в семейной жизни, дабы Господь провел нас и довел к той вечной цели, к которой мы все стремимся. Слава Богу! Братья, служители, пожалуйста, проходите. Все братья, людей много. Давайте, братья, дьяконы, выходите. Молимся и благословляем во имя Господа. Вечный Господь! Аллилуйя Тебе! Слава Тебе, Господи, за наших друзей! Тебе хвала и слава, Отец и Сын Дух Святой! Аминь! С днем рождения вас! И Божьих вам благословений и Божьей охраны в вашей жизни! Божьих вам благословений и Божьих вам благословений и Божьих вам благословений! Божьих вам благословений и Божьих вам благословений и Божьих вам благословений! Продолжение следует...